Мы внутри икры. Здесь вот такой интерьерчик. И вот такой столик. Видимо, здесь можно съесть калачик до того, как нас будут кормить. Мы внутри, и, конечно, это полный восторг. Я буду первый раз в жизни участвовать в таком мероприятии, именно на гастросете в формате Chef's Table, когда у нас будет сет из блюд, которые будут готовить при нас. И, конечно, мы в предвкушении. И сегодня мы будем кушать сет на даче. Все очень симпатично. Мы в ожидании вкуснейшей еды. Меня зовут Глеб. Глеб, я здесь шип-повар. И сегодня мы вместе с командой для вас подготовили ужин, который называется «Подача». Чтобы дать другим наслаждаться их гастроужином, конечно же, я сделаю озвучку позже. И начинали мы с салата с деревянным маслом. Фишка этого салата, что он весь в таком свежайшем рассольчике, как будто вы только что покушали салат из помидоров, и у вас остался сок, и вот этот сок у вас прямо в этом салате. Это просто супер вкусно. Для первого блюда было просто шикарно и выглядело невероятно. Начали класс. Далее наша дала буженина из белуги с хреном и красной смородины. С желе из красной смородины. Это опять был отвал башки. И самая фишка этого блюда в том, что рыбу приготовили как мясо, то есть как буженину. И, конечно, это какое-то невероятное сочетание вкуса. Оно уже выглядело просто супер. Когда его готовили при нас, уже было понятно, что это что-то невероятно классное. Но, конечно, очень хотелось скорее попробовать. И вот нам принесли эту шикарную буженину. И, как я уже сказала, это отвал башки. Ты пробуешь такую очень-очень странным образом приготовленную рыбу, которая на самом деле не очень похожа на рыбу. То есть как будто бы ты ешь такую подкопченую буженину. Но это не буженина, это рыба. И при этом рыба, соответственно, белая. Классное желе и хрен, который усиливает вкус, но не мешает вкусу. То есть он такой идеальный. Он совершенно не перебивает вкус. В нем нет такой топорной остроты. Он нежный, мягкий. И все это вместе, опять же, невероятное сочетание. И опять полный восторг. Пятерочка. Дальше было еще более интересное блюдо. Это было каленое яйцо с черной икрой. Яйцо было изначально внутри полностью вычищено. Поэтому оно было такое тоненькое-притоненькое скорлупа. Его надо было очень аккуратно есть. Потому что там была икра. Там был такой шикарный, если я не ошибаюсь, сливочный крем. И внизу был желток самого яйца. И надо было достать ложечкой прямо до самого низа. Шеф нам как раз таки рассказывал про это. И когда ты достаешь все три слоя и пробуешь это вместе, это, конечно, вообще какой-то оргазм вкуса. Это невероятное ощущение, нежнейшая текстура. Вообще что-то просто суперклассное. И все это приправлено той самой черной икрой. И вкус просто нереальный. При этом он нежный. То есть просто нежнейший. Опять же, как закуска, невероятно. А дальше мы уже перешли к первому блюду. И нас ожидал суп из сена и сныти. Такое, конечно, никогда в жизни не пробовала. И никаких супернадежд на этот суп я не питала. Хотя я люблю нестандартные сочетания. И мне этот суп понравился больше всего. Это вообще какой-то восторг. Во-первых, суп сам по себе подавался с хлебом. Вот здесь будет невероятное представление от шефа. Шеф будет резать хлеб. И предлагаю послушать, как это. Я не повторяю, где ешьте хлебом. Я могу вас снимать? Ну, может, этот бумеранг с вами. Конечно, можете. Часть супа белая, часть супа зеленая. А хлеб же я рекомендую макать в взбитое сливочное масло, есть при кустах. Либо, если мы откладываем крошку в сторону, то что мы делаем? Мы хлеб макаем сразу во взбитое масло. Ну и кто я такая, чтобы не послушать шефа? Именно этим способом я и ела. Макала хлеб во взбитое масло и в мой суп из сена и сныти. Как я уже сказала, это было просто бомбически. И суп мне запомнился больше всего. Это какое-то, знаете, невероятное сочетание какой-то зеленой травы. Опять же, какой-то свежий вкус из детства. Хотя, на самом деле, ты никогда в жизни не пробовал такого вкуса. То есть, да это даже не с чем сравнить совершенно. По моему виду. Заметно, что я просто в восторге. И это блюдо для меня было просто топ. И это что-то такое кремообразное. Соответственно, я макала туда хлеб. Макала сразу в обе части. И мне очень понравилось. Идем дальше по нашему дачному сету. И мы уже видим, как нам выкладывают следующее блюдо. А следующее блюдо у нас будут голубчики с разваренной щучьей головой. Вот, как бы оно ни звучало. Вот они, наши голубчики. Это два таких маленьких, красивых голубчика, которые нам будут подавать с вкуснейшим, свежеиспеченным бородинским хлебом. И они у нас со сметаной и с зеленью. Внутри, опять же, нежнейшее мясо. Мясо. Нежнейший фарш из рыбы. Не из мяса, конечно же, а из рыбы. И все это, конечно, отдает все равно щукой. То есть это такой вкус щучьих котлеток. Поэтому я бы сказала, что вкус более такой нам знакомый. В отличие от супа из сена и сныти. Но при этом сочетание, опять же, нежнейшей взбитой сметаны, вот этой идеальной зелени, как будто ее только что собрали, бородинского свежеиспеченного хлеба. Хлеб пах и вообще отламывался просто идеально. И уже было понятно, что он шикарный, что это все будет шикарно. И все это сочетание, оно, конечно, приводит в восторг. И опять же, в очередной раз можно сказать, что это просто замечательно. Хлеб бомбический. А сметана с вкусом щуки дает, конечно, такое суперское сочетание, которое, ну, мне кажется, гурману не может не понравиться. А если вы любите голубцы, то это вообще бомба. Мне тоже это блюдо очень сильно понравилось. И мне удалось рвать еще кусочек у Ростислава. Приготовили на манер французского картофельного гратена, да, их национального блюда, французского. И подавать будем соусом, который мы сделали, опять же, из стерли, шампанского, да, у трех педа цикарей. То есть то, что я сейчас разделаю, все части, которые у нас останутся после разделки, у нас все пойдет для приготовления соуса. И дальше нас ждала пьяная стерлить с картофельным гратеном и икрой. Здесь нам уже раскладывают наш супер гратен. Я очень люблю гратен. И на нашем гратене немножечко такой огуречной сальсы и непосредственно наша стерлить. Но это еще не все, потому что нашу стерлить нам полили таким шикарным, как раз таки, соусом из того, что рассказывал нам шеф. То есть оставки стерлиди с икрой, с зеленым маслом, судя по тому, что мы увидели и судя по вкусу. И вот это все вместе, конечно, дало жиру и нажористости. И наш гратен со стерлитью превратились в такое невероятное, опять же, нежнейшее сливочное блюдо. И, конечно же, оно нам вновь понравилось. Вот каждый раз думаешь, ну все, уже все, уже не может быть лучше. Лучше, чем суп из снытия и сена, конечно, нет. Но для горячего опять было невероятно вкусно. Опять были классные сочетания. Я вообще очень люблю картошку, поэтому для меня картофельный гратен со сливочным соусом – это всегда супер. Которые играют в нашем случае в филе. Конечно же, баня. Троль бани выполняет веники дубовые, которые мы используем в момент перетворения, когда тролль начинается. И переходим к нашему второму главному блюду. Это у нас будет говяжий филей с, не помню, из пума это или что-то такое. И, опять же, это будет отвал башки. Вот здесь нам все раскладывают. Да, я, кстати, вспомнила, это было пюре из пастернака. Соответственно, пюре из пастернака, наш супер говяжий кусочек, при этом он был приготовлен как шашлык, и немножко лисичек. И все это вместе, как раз-таки пюре, плюс кусочек нашего шашлыка, который парился в дубовых ветках, как нам показала шеф, лисичка, и дополнительно соус, похожий на демигляс. Это было вновь вкусно, вновь был отвал башки. И просто супер. Ну и переходим к десертам. Первым десертом у нас была огуревская каша с черной смородиной и вот таким вот хрустящим бородинским кусочком. А дальше нас ждало желе из шампанского с ягодами, с малиной. Желе было офигенное, и подача, конечно, была офигенная, потому что это было как раз-таки закрывающее блюдо, и подача, конечно же, просто вызывает восторг. Что тут еще скажешь? И плюс к этому сначала нам подали просто желе, но после подачи желе мы как раз-таки уже могли попробовать. И мне очень, кстати, понравилось именно желе с ягодой, пока что без жидкости. И пройдет чуть-чуть времени, и шеф предложит нам добавить в наш десерт настоящего шампанского. И мы будем пробовать уже второй вариант. Первый вариант, как вы видите на видео, я как раз-таки пробую, и мне он очень нравится. А сейчас мы добавим пузырьков. Смотрите, у нас будет сображ. Сображ будет тяпкой. Ну и завершающий штрих с шампанским. И тут нас ждет чаечек с разными вкусностями. Так, это не вкусности. Вкусности у нас вот они. Бараночки, пироженки. Еще прикольные. О, это как раз смогу, а сушеные яблочки. А это? И чаечек. Сейчас выпьем чай и пойдем до дому. Ну, а тут уже можно посмотреть, как мы чаевничаем, кушаем вкуснейшую яблочную смокву, кушаем такие маленькие пироженки, очень, кстати, тоже вкусные. Ой, с вареньем, да? Ну, а как и детство. Просто бисквит, бисквит и варенок. И вот так вот нас поют чаем с самоваром. Жаль ли, было немножко прохладно. Если бы не было прохладно, то, конечно, там можно еще часок посидеть с этими пироженами. Хоть ты и наелся на гастро-ужине, но пить чай на свежем воздухе – это просто супер. В целом, мне очень понравилось. Это точно стоило того. Мы посмотрели Плес, мы очень классно покушали и классно почаевничали в икре. Поэтому я ставлю пятерку White Rabbit Group и ставлю пятерку икре в Плесе. Теперь очень интересно попробовать похожее в Москве. Продолжение следует...